ребят всем привет вот наконец-то я приехал москву чисто с утра до автобуса дошел постоял 20 минут на остановочке мешке у меня red power bank и все и кабель для телесу на нахожусь уже метро юго-восточный топ и дили кэп-каралон фарс ждите дальнейших включений вот и к ребятам забрался кучу у них тут диплом в праздниках носит федоров дмитрий собственно персона сидит ждем здесь заимпись хорошо Поехали, идем по трэпам. Результаты для подписчиков. Приступаем. Первый трек у нас был Darren Fabian. Голоса распределились следующим образом. 2 против 4. Победил RedPower. Я сразу говорю, что идеология слепых тестов самая, на мой взгляд, адекватная. Здесь адекватность добавил тот факт, что я менял то А, то Б. Я здесь опять же пометки сделал, где у нас был тест, он был то А, то Б. То есть, хватать было просто физически невозможно. Значит, возвращаемся. Первый трек Лара Fabian. 2 против 4. Победил RedPower. Второй трек Джо Кокер. 1 против 4. И 1 поставил, что разницы никакой не слышит. Победил RedPower. Третий трек это сцена фокусировка образов. Голоса распределились следующим образом. 2 против 4. Победил Тиайзер. Следующий трек это Emma трек. Здесь вообще интересно получилось. 3 против 3. Ничья. На Emma треке баллы поставили одинаковые. И последний трек Рамштайн. Здесь в одну калитку 5 голосов против 1. Победил RedPower. Таким образом, по звуку RedPower практически в одну калитку победил по всем параметрам. Кроме того, как по сцене, по распределению. Я вам заговорился. Кроме как по распределению уголового образа. Вот Дим, ты бы нам как раз было бы полезно, если бы этот трек прокомментировать. Как от профессионалов. Оба гусировки. Здесь в идеале должны играть максимально широко, когда лево-право. И максимально в центре, когда образ должен там собираться. Здесь для меня тоже большое открытие. Потому что мы буквально вчера машину с Тиайзером вчера же отдавали. Я даже снимал на телефон. У Тиайзера плохое распределение каналов стереопанорамы лево-право. То есть, когда сигнал только влево даешь, он справа тоже звучит. Хотя его вообще там быть можно. Но, тем не менее, вот значит народу так больше нравится. Тиайз здесь победит. То есть, нам нужно было, чтобы ты играл шире. Не, ну Red шире играл или B. Какой он был, или A. Нет, я Тиайз шире играл. А, какой B? Да, я Тиайз шире играл, да. Тиайз был B, а ты проголосовал, по-моему. Да, за шире я играл, да. Да, да, да. Значит, дальше. Экран. Четыре голоса. То есть, почему теперь голосов всего не шесть, а четыре? Потому что один товарищ и второй товарищ. Да, выбыли. Понятно, за что они будут голосовать. Поэтому участвовали только те, кто независим. Вот специально для тех, кто там не верил в мои тесты. Экран. Люди проголосовали следующим образом. Четыре голоса за Red Power. Никто за Тиайз не проголосовал. Причем, большинство хозяева именно Тиайз. Быстродействие. Четыре голоса за Red Power. Функционал четыре голоса за Red Power. Общие, малые, шесть против одного. Я, они Хераси. А? Функционал Red Power за Тиайз. Да. Вот, ребята. Конечно, общие, мы все перечни, что мы оценивали. Шесть против одного. Red Power шесть. Охренеть. Заправ Тиайз. Это задавайте. Можно последний вопрос? Можно. Прокомментирую. Все-таки силовые выходы и линейные. Большинство юзеров используют так. Почему мы не тестили здесь? Почему мы не тестили здесь? Две причины. Высокоуровневые входы и линейные. Я в своем ролике говорил. У Red Power просто... Какой-то рекламный ролик был. Да и бабки привез вы сейчас? Это все в северном. Это же пацанам. Пацанам закинул нас по 250 рублей. Я же ранее смс не скидал, где какая голова. А он печенье на тот туннер придет. Я думаю, что ситуация следующая. Полностью надо регистрацировать только Red Power. Мы не можем сделать по каналу. А в нашем случае по каналу. Но для тех, кто не разбирается совсем, что это такое. У нас на отдельных каналах 50 мл-басы, на отдельных каналах 50 твиттер. Соответственно, он нужен либо полноценный крутой процессор, либо полноценный процессор на эмоции. Наши зрители. С ее помощью мы выделяем тот диапазон частот, что должен играть в твиттер, и тот диапазон частот, что должен играть в нюнбас. У него распространение, как она может съесть, является ее, к сожалению, нет. Поэтому, как здесь, по каналу, по спросу у нас от этого комплекта акустики нет. То есть, так, чтобы два канала подключить, четыре соответствующего динамика. Нам нужно по каналу. Сравниваем на кралы. Вот, ребята, батл закончился. Больше всех по секрету я бы там талоны смотрел. Тиайсу оценок плюс наставил я. Ну, а что бы я все закончил. Классика, да? Вот так вот. Что, ребят, вот я и дома, иду со стопуса. Вернулся с Москвы, эмоции подупали. Теперь нужно, как бы, все разложить по полочкам. Я давно хотел видео снять, сравнение. Тиайс, Ред Пауэр. Ну, как-то от директора компании Ред Пауэр видео о сравнении с Тиайс выглядело минимум бы... Ну, правдиво оно, конечно, было бы, но хейтеры бы меняли. У меня закопали. А здесь и не пришлось ничего делать. Так что убил, сесть в Москву и батл выиграл по звуку. И второго зайца убил. Теперь осталось только прокомментировать. Так, мысль первая. По экрану у них, как рекламных компаний, заявляется, что кулет-матрица. Так вот, завод такого не существует давным-давно. Электран у них там, не знаю, обычный какой-нибудь дешевый. Синевит прям, ну, белый там, синевой. Поэтому меню такой подобранный синевой, чтобы это грамотно маскировать. Это первый лап момент. У нас настоящая EPS-матрица классная. И она там рядом не стоит. По сравнению с Тиайсом. Ну, нет, они, если и так их не видят, не сравнивают друг с другом, то, конечно, там скажешь, тоже неплохая. Но в сравнении, когда они рядом, там однозначно все. Так, теперь второе. Ну, по Bluetooth. У нас дорогой стоит новейший модуль, Qualcomm, который высокое качество громкой связи. И играет музыка по Bluetooth. Любые кодеки поддерживают, в том числе и IPTX HD. На Тиасе такого нет. И там массовые проблемы, ну, жалобы, точнее, людей на плохую громкую связь. Так что, Тиайс надо разобрать, выпаять микрофон, удалить внутренний, подпаять внешний, какие-то там манипуляции такие сделать, чтобы вы могли пользоваться гарнитурой. У нас это уже вся история пройдена. Пробовали его как-то схалтурить, но вот сразу же клиент у нас... Короче, громкая связь. У Рэда тоже лучше будет, качественнее. И музыка по Bluetooth тоже лучше. Третий момент. Вот эти провода, которые для автомагнитола идут. У нас они как-то... Ну, у Тиайс такие паблик провода, которые на рынке, в принципе, у любого китайского завода. Закажи автомагнитолу, и провода точно такие же будут. Вот такие тоненькие там. У нас они потолще. И губкой поролоном проклеены и так далее. Вот таких вот много деталей. Их надо, конечно, вживую лучше всего сравнивать, выбирать. Ой, выбирать и сравнивать вживую. И такая интересная ситуация была. Ну, видно, что ребята там крутятся, будут установщики с различных установочных студий. И видно прям, как меня Крузак 200 забирал. Мое внимание и любовь к нему. Так и Рэд там просто взял и всех забрал к себе. Почему Рэд по функционалу победил? У Тиайс очень круто сделана. Реклама, менюха, светила эффекты. Но эти мультики, похоже, людям надоедает. Там через полчаса и уже хочется что-то у другого. Короче, по функционалу неожиданно для Володи было. Но все выбрали Рэда. Ну, в том числе и за эквалайзер. Наверное, быстродействие. Как-то, ну, все более четче нажимается и срабатывает как-то так. Представитель Тиайс Владимир в этот момент возмутился. Как так, не может быть. Почему все в одну калитку? Рэда там меню простое. Да, я с этим соглашусь. Потому что на сегодняшний день, о, вроде там, лаунчер устарел, как бы, так скажем, если сравнивать с Тиайс. Мы сейчас новый сделаем. Я его презентовал уже чуть-чуть. Вот, и будет все самое нужное, полезное. Без лишнего. В то же время, вот этого, хохломы. Но будет все самое нужное и полезное будет у вас. Так что, вот, вывод. 750 вне конкуренции, но она и дороже. 46 рублей сейчас стоит. Тиайс может сравнить с 710 серией. По железу, по звуку, точнее. Они будут там абсолютно одинаковые. Там и там есть такая же оптика. Но Рэд там выиграет по блютузу и по экрану. И по цене будет, если вы с Китая привезете в Тиайс. 32 рубля, по-моему. Рэд будет 39. Но за это вы получите качественную громкую связь и более лучший экран. И более лучшие провода. Ну, а остальное так детали. Вот, собственно, ребята, все. Спасибо. Такие выводы. Видео мне снимать не придется на столе. Их там крутить, разбирать. Все-таки, подводя итог, коротко можно сказать так. 750 серия. Это магнитола с функцией планшет. Тиайс. Это планшет с функцией маклитов. Как-то так, наверное. Мои личные мнения. Все. Спасибо. Пойду дальше. Руки замерзли. Всем пока. Смотрите видео у Димки уже там более детально, красивое. У меня такой чистый будет стейдж. Так. Пока. Субтитры едва я Μberries. До новых встреч. Субтитры едва я сбross, без dependencies.